В настоящее время факультет ветеринарной цены пищевых и биотехнологий представляет собой своеобразный научно-образовательный центр. Это действительно сегодня не только место обучения студентов, но это и место развития науки, это и производственная деятельность. Конечно, искренние слова благодарности нашему ректору Николаю Кузнецову, что он поверил в нас, за то, что создано сегодня все это. Я хочу сказать, что все направления подготовки и специальности, в которых сегодня факультет осуществляет образовательную деятельность, они все обеспечены материально-технической базой, практическими обучениями непосредственно на факультете. На факультете, на кафедрах, в структурах, которые относятся к нашему факультету. Это, безусловно, помогает нам вырабатывать у студентов практические навыки. Потому что сегодня в конкурентной среде, когда молодой специалист приходит на предприятие, то уже нет времени ему для производственного обучения. Сегодня современный работодатель ждет от нас готового специалиста, который будет способен показать свои мнения, навыки уже непосредственно в производстве. Факультет сегодня представлен большим спектром направлений специальности подготовки, так называемого от фермы и до прилавка. Это, безусловно, специальность ветеринария. Это такие направления подготовки важные населения, как зоотехния, биотехнология, водные биоресурсы, акулкультура, продукты питания животного происхождения, технологии продукции и организации общественного питания, продукты питания из растительного сырья и управления качеством. То есть уже готовый продукт, куча студентов, выпусками специалистов, которые именно уже занимаются качественной продукцией, именно животно-обородческой продукцией. База знаний, которая дается в нашем университете, на мой взгляд, позволяет выпускникам работать по любой специальности, по любому направлению в клинике, в хозяйстве, вот так же оставаться как научный сотрудник. Я планирую на данный момент поступать в аспирантуру и заниматься научной деятельностью, то есть продвигать новые принципы лечения, терапии животных, разработка новых лекарственных и биологически активных добавок. Я занимаюсь научной деятельностью с первого курса, и сейчас у меня уже есть наработки, статьи. Я активно участвую в конференциях. И в дальнейшем я планирую остаться на базе вуза и продвигать фармацевтическую направленность научных исследований для ветеринарии. Я выбрал профессию ветврач, потому что я люблю животных, и я хочу и животные, и люди спасать одновременно, и поэтому я эту профессию выбрал. Мне очень нравятся студенческие жизни здесь. У нас много мероприятий для студентов, и даже иностранных студентов. В данный момент я планирую продолжать обучение в аспирантуре, чтобы получить еще дополнительные знания. И работать по специальности, которые я уже выбрал, то есть в ветеринарной микробиологии. Безусловно, трудоустройство – это очень важный момент. И сегодня и Министерство образования, и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ставит перед нами задачу по усодействию трудоустройству наших выпускников. Я хочу сказать, что в настоящее время выпуск специалистов не покрывает потребности даже регионам, а плюс еще и мы получаем заявки на специалистов из других регионов, таких как Воронежская область, Тамбовская область, Волгоградская область, даже Московская и Ленинградская область. Одно из последних таких структур, которые были созданы, это, конечно, учебно-научно-производственный комплекс пищевий, в котором мы сегодня, безусловно, в первую очередь внедряем научные разработки ученых кафедры по производству функциональных продуктов питания, по производству колбасных изделий, мясных деликатесов, ресурсосберегающей технологии. Конечно, это еще раз я повторюсь, это производственное обучение бакалавров по данным направлениям подготовки. Магистра выполняет свои научно-исследовательские работы на базе данной структуры. Помимо теоретических знаний, ребята получают очень много практических навыков. Это учебные, производственные и преддипломные практики, которые они проходят на предприятиях любой пищевой промышленности. Многие проходят практическое обучение на учебно-научно-производственном комплексе «Пищевик» Саратовского государственного аграрного университета, что является большим подспорьем в подготовке грамотного специалиста. УНПК «Пищевик» был образован в 2008 году при кафедре переработка мяса факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. На базе подразделения «Пищевика» происходит обучение студентов. В настоящий момент УНПК «Пищевик» – это конкурентноспособное предприятие по переработке мясной продукции. В настоящее время более 100 наименований продукции. Сюда входят и варенокопченые изделия, вырабатываемые по ТУ и по ГОСТ, также свареные изделия, деликатесы, консервы, вырабатываемые по ГОСТ и несколько видов полуфабрикатов. В ближайшем будущем планируется производство сырокопченых колбас. УНПК «Пищевик» ежегодно участвует в выставках. Это выставка, самое главное, мы участвуем в «Московской золотой осень» ежегодно. В прошлом году участвовали в выставке международной, в Франкфурте на Майне, и получили за ГОСТовскую варенокопченые колбасы три золотых медали. Процесс производства начинается с подготовки сырья, происходит на участке обвалки и жиловки. Затем сырье, подготовленное, передается на куторование, либо фаршесоставление. После того, как происходит процесс фаршесоставления, происходит формовка колбасных изделий. Затем, в зависимости от технологического процесса, происходит термическая обработка. Термическая обработка, в зависимости от продукции, протекает в нескольких этапах, и все это происходит на универсальной термокамере. Процесс копчения продукции происходит в термокамере при помощи щипы. Мы используем щипу букового дерева. Наряду с тем, что студенты проходят практику, как производственную, преддипломную, в настоящий момент на производстве трудятся выпускники факультета. Я сам являюсь выпускником, закончил в 2004 году, и в настоящий момент тружусь в должности главного технолога на производстве. Комплекс занимается производством колбасных и мясных изделий, а также с августа 2017 года в состав комплекса вошел цех по производству кондитерских хлебобулочных изделий. Именно от специалиста по качеству зависит, чтобы вся продукция, которая впоследствии окажется на столе у потребителя, соответствовала всем требованиям безопасности. У нашей продукции нет возрастных ограничений, поэтому выпускать безопасную продукцию особенно важно для нас. В феврале 2015 года вступил в силу Федеральный закон о безопасности пищевой промышленности, который предусматривает обязательную сертификацию пищевой промышленности на основе принципов ХАСП. На нашем производстве разработана и готовится к сертификации данная система. На всех стадиях производства нами были определены критические контрольные точки, которые строго контролируются и регистрируются в журналах. Одно из главных требований системы безопасности – это санитарно-гигиенические мероприятия. В связи с этим мною проверяется соблюдение правил личной гигиены сотрудников и санитарной обработки оборудования. Проводится визуальный контроль над проведенной мойкой и дезинфекцией оборудования. Наша учебно-научно-испытательная лаборатория была основана в 2002 году на базе третьего комплекса Саратовского государственного аграрного университета. Лаборатория является аккредитованной в системе Росаккредитации. В 2016 году мы получили бессрочный аттестат аккредитации. Наша область аккредитации содержит более 350 методик исследования качественных и показателей безопасности пищевой продукции, комбикормов и продовольственного сырья. Наша лаборатория содержит несколько отделов по испытаниям. Это отделы физико-химических исследований, микробиологический отдел, отдел по определению токсичности, участок ГМИ по определению ГМО в продуктах питания и кормах, а также паразитологический участок. Костяк нашей лаборатории составляют в основном выпускники Саратовского аграрного государственного университета по специальностям биотехнология, технологии общественного питания, технологии мяса и мясных продуктов, а также стандартизации метрологии. Все специальности, по которым ведем подготовку, они очень важны. И выпускники этих специальностей востребованы на современном рынке труда, потому что президент России и в своем последнем послании тоже еще раз обратил внимание на то, что продовольственная безопасность и безопасность в целом государства, они имеют равнозначный вес. Поэтому, как говорится, продукты питания, они будут всегда важны, и все наши направления, они как бы в любом случае, нацелены на обеспечение продовольственной безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова